Ну так что ж, что же это за шаблон, под который подходит многое обработка данных? Немного истории. В 2003 году два гугловых инженера, Джефф Дин и Санжай Гимоват. Эти ребята, два инженера самого высокого уровня в гугле, то есть инженеров такого уровня только два, и про них ходят байки, как про Шака Норриса, что, мол, например, Джефф Дин придумал алгоритм со сложностью от 1n и так далее. Или Джердин ускорил тип int. Как бы то ни было, в 2003 году они обнаружили, что значительная часть обработки данных, которую они писали, укладывается в очень простой шаблон. Она состоит из селектов и группаев, и все. Давайте посмотрим на пример такой обработки. Скажем, мы хотим сделать форму для поиска чего-нибудь по хэштегам, и хотим, чтобы когда пользователь начинает набирать хэштег в этой форме, то ему предлагались какие-то хэштеги, которые он скорее всего имеет в виду, и ему не надо было набирать весь хэштег. Соответственно, нам надо, когда пользователь ввел какой-то префикс хэштега, нам нужно понять, какие самые популярные хэштеги начинаются на этот префикс. Это можно сделать с помощью вот такой цепочки. Я не прошу вас в нее вглядываться, я все расскажу сейчас. Предположим, что у нас есть поток твитов, и они пишутся куда-то в какую-то распределенную файловую систему. Распределенная файловая система, кстати, в том масштабе, в котором я это имею в виду, их придумал тоже Google, и гугловская распределенная файловая система называется GFS, GFS, позднее Colossus, и она, насколько я понимаю, масштабируется до сотен тысяч машин и таких объемов данных, что я видел скриншот, как где-то переполнился в 64-битный счетчик. Ну так вот, предположим, что где-то на этой распределенной файловой системе хранится файл или, скажем, тысяча файлов с твитами. Мы поступаем с этим твитом следующим образом. Мы делаем из них селект, где для каждого твита выбирается, в этом небольшое отличие от традиционного селекта, сразу несколько рядов, то есть от каждого твита выбираются все содержащиеся в нем хэштеги. Например, если твит, что, не знаю, Germany defeated Brazil, где Germany, Brazil хэштеги, из этого твита будет выбрано два значения, Germany и Brazil. Следующий этап, мы берем эти хэштеги и группируем. Группируем, собственно, по самому тегу и получаем группы, в которых содержится просто тег и, предположим, мы запоминали даже для каждого твита количество ретвитов. То есть для каждого тега мы получаем группу, в которой тег и какое-то количество чисел. Это число ретвитов, твитов, в которых эти теги встречались. Внутри каждой такой группы мы суммируем ретвиты, и в итоге для каждого тега мы знаем, какое суммарное количество ретвитов было у всех твитов, упоминающих его. Затем мы делаем еще один селект Где из предыдущей стадии, из хэштега и суммарного количества ретвитов Мы делаем следующую интересную вещь Хэштег мы разбиваем на префиксы То есть если это был тег, который так и пишется тег То мы делаем из него три префикса Т, т и тег И каждому из них прицепляем исходную запись То есть, например, т, тег, 7 ретвитов Та, тег, 7 ретвитов И так, тег, 7 ретвитов Далее мы группируем это по префиксу И после этого в рамках каждого префикса Мы имеем большое количество пар Полный хэштег и количество ретвитов его То есть для каждого префикса мы теперь знаем Какие хэштеги его содержали И насколько популярны они были в рамках твитов Теперь нам остается просто в рамках такой каждой группы Выбрать, скажем, три самых популярных тега И мы получаем табличку, префикс И три тега, которые надо предложить пользователю Эту табличку мы можем непосредственно записать Например, в NoSQL табличку Кстати, первую систему такого вида тоже сделал Google Она называется BigTable И слово Big Она действительно big То есть, например, в Google есть BigTable В котором содержится по одному ключу на каждый URL в интернете Вот Примерно так выглядит типичная цепочка из селектов и группаев Которая достигает какую-то полезную цель Что ж, изначально, к сожалению, то, что придумали Jeff и Sanjay Было упрощением этой концепции Они придумали систему, которую они назвали MapReduce И она делает select, group by select Все Остановимся на этом поподробнее И почему вообще такая странная модель? Почему select, group by select, а не просто select, group by, например? Смысл вот в чем Первый select что-то выделяет из записи на входе Результаты этого select группируются по какому-то ключу И внутри каждой группы применяется какая-то функция Эта стадия называется Map То есть применение функции к результату чтения Посередине стадия называется shuffle, то есть тасовка Группировка по ключу Третья стадия называется reduce То есть уменьшение скомкивания, что ли И она применяет какую-нибудь функцию к результату группировки То есть, в принципе, фазы MapReduce ничем друг от друга не отличаются Но традиционно принято их так называть Иногда фазы Reduce называют комбинацию вот этих двух квадратиков И, наконец, результаты Reduce куда-нибудь спишутся Например, можно читать через определенные файловые системы А писать в какую-нибудь таблицу Вот так выглядит MapReduce На самом деле его именование — это большая тайна То есть, с одной стороны, в статье Jeff и Sanjay пишут, что MapReduce так назван в честь функций функционального программирования Map и Reduce Map применяет заданную функцию каждому элементу списка Reduce группирует список в одно значение Но с другой стороны, насколько я понимаю, изначально они назвали эту систему так Потому что у них была концепция MapReduction То есть Reduction of Maps То есть какое-то вычисление, которое берет Map, то есть таблицу ключ-значения И как-то уменьшает ее В общем, у меня пока не было шанса спросить у них, что же они имели в виду Но есть две версии Давайте остановимся поподробнее на том, как конкретно работает MapReduce Map работает просто Например, если вам нужно обработать 100 файлов Вы запускаете 100 задач с помощью сервиса вычислений И каждая ИТ-задач обрабатывает ИТ-файл Она читает из файла, применяет функцию И все, что функция выдала, пишет в какой-нибудь временный файл на выходе Это не совсем точно, но мы поговорим об этом позже Вот так работает и фаза Map, и фаза Reduce Только единственное, что фаза Map читает непосредственно из файлов А фаза Reduce из результатов группировки Фаза группировки работает так Она не имеет никаких независимых ресурсов под себя Она заключается в определенном изменении того, как работает MapReduce Предположим, что мы запустили MapReduce задачу, у которой есть 4 машины в фазе Map и 3 в фазе Reduce На каждая машина в фазе Map пишет не один выходной файл, а 3 файла Стараясь распределить результаты примерно поровну у них Например, просто пишет у них по очереди, то в один, то в другой Или берет хэш от ключа записи В итоге у каждого мэппера оказывается 3 файла на выходе Мэперы сортируют эти файлы перед тем, как объявить их законченными И, например, второй редюсер читает одновременно из всех вторых файлов на мэперах Используя традиционный алгоритм сортировки слияния То есть в итоге каждый редюсер получает на входе отсортированный по ключу поток пар ключ-значения из того, что написали мэпперы На самом деле есть много других способов делать группировку Этот способ описан в исходной статье, но мы экспериментировали с большим количеством других способов, про которые я вам рассказать не могу И этот способ максимальной производительности не дает О производительности мы скоро узнаем Что же, собственно, мы сейчас узнаем о производительности? Значит, казалось бы, очень простая система Хочется спросить, и все? Этим вы занимались 11 лет? Давайте я вам расскажу, чем вы занимались 11 лет В 2003 году в статье, которая была опубликована, приводился такой результат теста 1 терабайт сортировался, кажется, 15 минут в 2003 году В 2008 году Google публиковал другой результат теста 1 терабайт сортировался 1 минуту 1000 терабайт, то есть 1 петабайт, сортировался 6 часов В 2011-м 1 петабайт сортировался 30 минут То есть в 2 раза больше, чем терабайт изначально То есть пропускная способность увеличилась в 500 раз Я думаю, можете сами себе представить, что такая система этого не сделает То есть там огромное количество оптимизаций, алгоритмов каких-то техник и так далее Которые направлены только на одно Дело, чтобы все работало быстро и надежно Действительно, в разработке таких систем есть довольно много сложностей Эти сложности, грубо говоря, делятся на три класса Сложности, связанные с отказоустойчивостью Это, наверное, самое сложное С балансировкой нагрузки То есть с тем, чтобы всем доставалось примерно поровну дел И просто общие сложности с процессом разработки такой сложной системы От которой зависит большое количество клиентов Имейте в виду внутренние клиенты, то есть другие разработчики в Google Давайте поговорим об отказоустойчивости Я нарисовал много смешных картинок по поводу того, что может случиться с мейпером Вот это мейпер, он горд своей силой и возможностью производить обработку данных С ним может случиться следующее Он может просто-напросто помереть То есть, например, машина сломалась Когда вы запускаете вычисление на 10 тысяч машин Ну, какая-нибудь да сломается Кроме того, это может произойти просто в результате того, что сервис вычисления решил, что для этой машины есть дела поважнее И решил убить вашего мейпера и запустить что-нибудь другое Следующая проблема Мейпер может зависнуть Это гораздо хуже, потому что очень трудно детектировать, завис кто-нибудь или нет Может быть, он просто занят или медленно моргает То есть, всякое бывает Зависшие мейперы — это очень плохо Может быть, еще хуже Может быть, мейпер зомби То есть, он продолжает работать на сервис вычислений Думает, что он помер Например, потому что ему не удается связаться с ним, он не отвечает на пинги Но, тем не менее, он продолжает прилежно читать данные и прилежно писать выходные данные А сервис вычислений тем временем уже запустил запасного мейпера Который читает те же данные и пишет выходные данные туда же Ничего хорошего из этого не получается Ну, понятно, что это можно решить тем, что мы можем писать выходные данные в какое-то временное место А потом пытаться атомарно их закоммитить И кто победил, тот и молодец, но результат получит одинаковый Ну, в общем, это просто одна из тех проблем, которые могут случиться Вот еще одна драматичная сценка Мейпер целый час бежит по веревочному мосту, обрабатывает большой-большой файл И тут перед самым концом, бах, падает скала и рвет мост Проблема в том, что нового мейпера-то, конечно, заведут Но ему придется переделывать целый час работы Например, если все вычисление уже почти-почти закончилось И тут какой-то из файлов, какой-то большой файл, который обрабатывался Вдруг его обработчик умер Теперь придется переделать этот файл, а все остальное это уже сделано Всем придется ждать, пока запасной мейпер переделает этот файл И вместо тысячи машин у нас будет утилизация в одну машину Это очень неприятно И, наконец, есть еще более печальная ситуация Печальная ситуация заключается в следующем Вот тут изнемогающий мейпер ползет по пустыне Проблема в том, что он вроде как и не мертв, но вроде как лучше бы и был То есть он работает так медленно и так плохо, что никто не решается его пристрелить Но по-хорошему лучше бы кто-нибудь другой это переделал Такая проблема почему-то во многих распределенных системах не рассматривается Я даже видел статью на одной конференции недавно, которая была посвящена именно этому Устойчивости разных продуктов, типа новая скейльбас, ходупа и так далее К медленным элементам в системе Почти никакие из них, к сожалению, ничего хорошего с этим не делают И просто начинают медленно работать Если какой-то элемент работает очень медленно, но на грани То есть не настолько, чтобы его пристрелили Есть техники для борьбы с этим Одна из очень полезных техник для борьбы с этим конкретно в контексте мэпредьюса В том, чтобы каким-то образом определить, какие мейперы наиболее рискованы То есть какие вроде как уже сделали много работы Или есть большой шанс, что они сейчас помрут Например, потому что они на какой-то ненадежной машине, которая раньше часто помирала И заранее, не дожидаясь, пока произойдет страшное Запустить запасного мейпера То есть запустить бэкап Например, можно пожертвовать 10% лишних ресурсов На то, чтобы запустить запасных мейперов для 10% обработки Это резко снижает шансы, что всей задачей придется ждать Каких-то там одних-двух, одного-двух машин Есть и другие техники, но о них я пока говорить не буду Второй класс проблем — это проблемы с балансировкой нагрузки Значит, тут 4 веселых пакмана, едят 4 файла Один из этих файлов такой длинный, что не поместился на этом слайде Но предположим, что он в 10 раз длиннее Они едят параллельно, но первый доел Второй доел Осталось двое, то есть уже утилизация 50%, третий доел И дальше мы полчаса ждем, пока четвертый наконец доест этот файл И в результате и параллелизма нет То есть все медленно обрабатывается, и ресурсы жалко И как-то все не то Я, конечно, вас обманул, когда сказал, что если у нас есть 10 файлов То мы запускаем 10 задач по одной на файл Это, конечно, глупость И, конечно, надо пить файлы на гораздо большее количество кусков, чем один кусок на файл И, например, мы можем решить, что разобьем файлы на куски по 64 мегабайтам, скажем В этом случае у нас может получиться очень много кусков Так что мы не хотим нагружать сервис вычислений одной задачей на кусок Потому что он просто не предназначен для таких вещей Или потому что мы думаем, что мы можем сделать как-то получше Например, как-то поумнее их распределить, чем сервис вычислений, которые как бы общего назначения системы В этом случае мы можем одного мэппера назначить королем, мастером Он не будет ничего читать и обрабатывать Он просто будет хранить сейчас список задач, которые надо сделать А остальные будут у него спрашивать Ну как, есть что-нибудь поделать? А он будет говорить, есть И вот так вот, пока задача не кончится, он будет им говорить, что есть что поделать И это приводит к гораздо лучшей балансировке нагрузки Потому что части получаются не такие большие И каждый обрабатывает сразу несколько частей В общем, определить, насколько такая система страдает от этой проблемы Это, наверное, очень интересная математическая задача Но она страдает от нее гораздо меньше Так Вот, собственно, проблема с балансировкой нагрузки Возможно, на самом деле, еще одна проблема Самая худшая балансировка нагрузки, которую только можно себе представить Это когда тысяча машин ждет одну Это может произойти, например, вот когда Предположим, мы решили, обработаем-ка мы файлы со всем интернетом Например, с копиями страничей в интернете И вот этот товарищ Первым делом он берется разбивать эти файлы на кусочки Но файлов миллион, поэтому пока он разбивает их на кусочки Проходит минута Проблема в том, что за эту минуту То есть каждая минута, которую он ждет Это тысяча минут, когда эти ничего не делают Полезно подумать о распределенных системах в таком контексте Потому что становится понятно, насколько важно, чтобы в системе не было таких последовательных бутылочных горлышек Поэтому, например, разумно не ждать, пока он получит размеры всех файлов А быстро-быстро, как только получил размер очередного файла Скорее его кому-нибудь отдать Третий класс проблем, о которых я говорил Это проблемы с общей корректностью кода Это распределенная система Делание отказоустойчивых распределенных систем Это вещь непростая Там много-много поточности Это все, конечно, написано на C++ Потому что все-таки нужна максимальная производительность Хочешь, не хочешь, а приходится писать на C++ C++ как язык не отличается большой безопасностью В общем, нужно как-то пытаться писать корректный код Писание корректного кода состоит из двух частей Во-первых, вы пытаетесь делать так, чтобы код, который вы коммитите Был по возможности покорректнее Во-вторых, вы оставляете себе лазейки Которые позволяют вам в случае чего Найти что же с кодом не так и побыстрее это отладить Оба компонента критически важны То есть я нередко видел код, который написан очень красиво Очень понятно, реализует какой-то удивительной красоты алгоритм Но проблема в том, что если там есть бага То понять, в чем конкретно, она невозможна Потому что у вас есть вход и выход и все А этот алгоритм, к примеру, никакой прозрачности в себя не представляет И предоставляет, если что-то пошло не так Вам приходится перезапускать его вручную И тыкать по нему дебаггером Next, next, next Или добавлять логирование А если эта проблема произошла у кого-то другого То вы логирование добавить не можете Потому что оно уже либо было, либо его не было Ну так вот, это к вопросу о важности прозрачности То есть я считаю, что исключительно важно, чтобы в сложных системах Было большое количество прозрачности в том, что в них происходит К этому относятся и логирование, и мониторинг И, скажем, высовывание каких-то специальных страничек из программы То есть можно сделать, чтобы программа поднимала внутри себя HTTP сервер А когда вы заходите на этот HTTP сервер, то программа показывала, что у нее внутри творится максимально подробно Это очень полезно Потому что можно не гадать по логам, что же конкретно произошло Не проводить расследование, а просто зашли, посмотрели, что происходит А понятно Тормозит такой-то компонент Пошли и справили А что касается первой части Как, собственно, делать, чтобы код был покорректнее изначально У этого тоже есть несколько компонентов Самый важный из них — надо писать тупой код Не надо писать умный код И не надо писать код, который вам когда-нибудь понадобится Потому что практика показывает, что даже среди моих замечательных коллег Точность этих прогнозов близка к генератору случайных чисел То есть почти никогда то, что кажется, что обязательно понадобится Почти никогда оно не понадобится И единственная работающая стратегия Если что-то понадобилось писать, если не понадобилось написать что-то, что будет легко изменить в случае чего Вот такая стратегия Следующие компоненты — это, конечно, тесты и инструменты статического и динамического анализа Про тесты я даже не знаю, какую большую благодарность им выразить Потому что система, которую мы пишем, имеет, скажем, миллион строк кода И у нас команда из 60 человек И очень дорогого стоит, когда можно написать какое-то изменение Прогнать тесты и с довольно большой уверенностью узнать, что изменение ничего не сломало И не конфликтует с ничьими другими изменениями Без тестов, насколько мне известно, такой уверенности добиться нельзя То есть я знаю только один пример проекта огромного масштаба, в котором практически нет тестов Это ядра Linux Никто не знает, кого я спрашивал, никто не знает, как им это удается Но не пытайтесь повторить это дома Больше никому это не удается Пишите тесты В качестве еще одного примера их успеха скажу, что когда-то и в MyProducer тоже не было тестов Но потом в какой-то момент все-таки техлид MyProducer взялась за ум и покрыл его тестами И с тех пор нагрузка на поддержку пользователя упала практически до нуля То есть новых багов в нем уже пару лет не находят Пользователи просто спрашивают, как сделать то-то, как сделать это И третий компонент — это инструменты статического и динамического анализа Я уже, наверное, многим прожжал уши такими инструментами для C++, как Address Sanitizer и Thread Sanitizer Это плагины к компилятору GCC или Flank Которые в рантайме программы детектируют такие вещи, как обращение к освобожденной памяти или многопоточная гонка То есть, например, вы можете получить следующее сообщение в рантайме Вот эта нитка, созданная из такого-то стактрейса, прочитала вот эту переменную Память для которой была выделена в этом стактрейсе А тем временем вот эта нитка, созданная вот в этом стактрейсе, записала эту переменную И эти нитки не синхронизировались с никаким мьютексом То есть, в принципе, они могли конфликтовать Могло прочитаться одно значение, а могло другое Никаких других способов получить настолько ценные сокровища баг-репорты Кроме как воспользоваться этим инструментом, мне неизвестно И я считаю, что те, у кого есть техническая возможность им пользоваться, но кто не пользуется Мне кажется, это себя не уважать, и это все равно, что отключается предупреждение у компилятора То есть, пожалуйста, пользуйтесь Это эти инструменты open source У них нет никаких известных мне недостатков То есть, они даже программу-то замедляют не очень сильно Можно в продакшене какой-то процент трафика гонять версии, скомпилированные этими инструментами Они компилируют любой код Весь код гугла ими компилируется успешно и работает правильно Они называются, повторюсь, address sanitizer и threat sanitizer Они сделаны также московской командой гугла Возможно, в аудитории есть Алексей Преброженский, который находится в этой команде Если нет, то попробуйте его найти и спросить Ищите по сокращенным названиям ASAN и TESAN Address sanitizer и threat sanitizer В последнее время они начали их применять даже к игру Linux То есть, они детектируют многопоточные гонки внутри гидра Linux Вполне успешно Такие дела В заключение хочу сказать, что система, в общем-то, конечно, сложная Но никаких чудес там нет И единственная и главная причина, по которой гугловский мэппредьюс в десятки раз быстрее Хадупа Надежнее его На него особо внутри никто не жалуется и так далее Это то, что большое количество хорошо ладящих друг с другом людей 10 лет его пилили Если бы у разработчиков Хадупа было столько же ресурсов, столько же времени И они работали бы все вместе и не ссорились друг с другом У них бы получилось так же хорошо Вообще, нулевое количество конфликтов в нашей команде Это, наверное, то, что я ценю больше всего Я думал, что, может быть, это просто мне кажется, что я просто такой неконфликтный Но выяснилось, что директор департамента обработки данных в Гугле К нему приходят, наверное, же других отделов и спрашивают А где конфликт это? Что же у вас никто ни с кем не ссорится? Я не знаю, как этого достичь в общем случае Но если вам это удалось, то цените это На этом техническая часть этого доклада заканчивается И, собственно, весь доклад заканчивается Я готов принять вопросы А затем в 2 часа на Баркэнте я буду рассказывать про другие инструменты обработки данных Которые направлены на другие цели Милуил, то есть мельница, предназначенная для реал-тайм обработки потоков данных Дремель, супербыстрый колоночный скройль-движок Пригель – это движок для обработки гигантских графов Например, таких как дорожный граф мира Или социальный граф Гугл Плюса и так далее И, наконец, напомню, что на Гугл Ио 2014 Был анонсирован новый продукт нашей команды Который называется Cloud Dataflow Он объединяет в себе все лучшее из продюсера и милуила Только в клауде То есть вы можете с помощью него написать программу, которая конструирует такую цепочку обработки данных Может быть даже большую, там могут быть сотни стадий, и это не предел А он за вас ее исполняет То есть он ее оптимизирует Например, схлопывает вместе последовательные селекты Применяет другие оптимизации Запускает, подбирает, сколько ресурсов для нее нужно Запускает, мониторит Обеспечивает отказоустойчивость Обеспечивает хорошую балансировку нагрузки и так далее То есть, в общем-то, когда этот продукт наконец выйдет Он пока что в режиме private beta Когда он выйдет, то в ваших руках окажется опыт нашей команды Которая в сущности создала эту индустрию Спасибо, вопросы Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Аплодисменты